Казам президента Российской Федерации, за мужество и героизм проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, звание Героя Российской Федерации и почетное звание летчик-космонавта Российской Федерации присвоено Прокопьеву Сергею Валерьевичу, космонавту-испытателю Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Сегодня в 61-ю годовщину полета 61-го года прошлого века, когда советский офицер Юрий Гагарин стал первым в истории человечества космонавтом, первого в истории Екатеринбурга космонавта наградила самой первой по рангу наградой страны первое лицо Российской Федерации. Строго говоря, 47-летний Сергей Прокопьев носит звание Героя Российской Федерации еще с 12 ноября 2019 года. Это дата президентского указа. А непосредственно вручение золотой звезды состоялось сегодня в Амурской области на космонавте Восточный, куда в день космонавтики прибыл президент. Звание Героя Российской Федерации и почетное звание Летчик-космонавт Российской Федерации присвоено Сергею Валерьевичу Прокопьеву. В ходе своей первой космической экспедиции он совершил два выхода в открытый космос. В том числе провел сложнейшее обследование внешней поверхности корабля, которое несомненно войдет в историю мировой космонавтики. Я так понимаю, что там даже крепления не было соответствующих, да, как это все было сделано. Это, конечно, отдельная история. Напомним, с июня по декабрь 2018 года Сергей Прокопьев провел 196 суток на борту МКС, при этом стал первым в мире космонавтом, выполнявшим следственные действия на орбите. Он брал образцы материалов с поверхности корабля «Союз» для расследования. Помните детективную историю с дыркой, которую кто-то типа просверлил? Ну, а вообще, конечно, немного странно, что в таком огромном городе, как Екатеринбург, до недавнего времени не было вообще, а теперь есть только один настоящий космонавт. Зато, мал золотник да дорог, весь наш, коренной юго-западный, и он уже увековечен в стрит-арте на проспекте, разумеется, космонавтов. Бывший командир отряда стратегических бомбардировщиков Ту-160, летавший и над Красной площадью, подполковник запаса, выпускник 64-й школы, что в Екатеринбурге на улице Летчика Громова, рядом с парком Летчика Чкалова. Я горд находиться на острие пилотируемой программы Российской Федерации и готов отдать все свои силы на этом пути. Всех с праздником и служу России!